В больнице скончался второй ребенок, которого в пятницу сбила машина на пешеходном переходе на западе Москвы. Девушка за рулем иномарки наехала на трех детей. Столичные врачи продолжают бороться за жизнь девятимесячной девочки. Виновница аварии отправлена под домашний арест. Анастасия Мартынова продолжит. Место аварии стихийный мемориал. Люди, потрясенные произошедшим здесь ДТП, несут игрушки, цветы и зажигают свечи. Друзья, знакомые, да и просто жители Солнцева таким образом выражают поддержку семье, потерявшей двух детей. Это наши соседи, мы примерно знаем эту семью, они живут от нас недалеко. Ну, плюс мы все это видели. Просто до сих пор, как говорится, то, что дети погибли, это просто невозможно. Трехлетний мальчик, у которого была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом ноги, скончался в реанимации накануне. Его двоюродного брата, приехавшего погостить из Вологды, врачи не смогли спасти в пятницу. Он умер, не приходя в сознание, через два часа после ДТП. Как только стало известно о втором погибшем, уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса переквалифицировали. Водителю теперь грозит до 15 лет колонии. Прокуратура взяла под контроль ход расследования. 18-летнюю виновницу аварии Никулинский суд заключил под домашний арест до 15 сентября. Экспертиза не подтвердила состояние опьянения. Известно, что девушка, управлявшая Маздой, имеет меньше года водительского стажа. Автомобиль получила в подарок за прилежную учебу. Случившееся объяснило тем, что в процессе движения не следила за дорогой, а сидела в телефоне. Сразу после этой ситуации он появился, лежачий полицейский. Три года назад такая же была ситуация. Здесь же вот тоже вертолет. Вертолет приезжал к женщине с коляской, сбил масло. Эта авария – страшный сон любого водителя. Спальный район, двуполосная дорога. Мама, бабушка и трое детей, двоюродные братья и их девятимесячная сестра в коляске переходили дорогу в разрешенном месте. Автомобиль Мазда двигался в левом ряду. Не видя, что автомобиль справа, подъезжая к зебре, притормозил, не сбавляя скорости, на полном ходу сбивает пешеходов. Братья Погодки скончались с интервалом в день. За жизнь третий пострадавший борются врачи. Семья, в которой случилась трагедия, многодетная. У родителей было пятеро детей. Анастасия Мартынова, Валерия Цгоева, ТВ-Центр.